Девочки, всем большой приветик! Я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня я снимаю небольшое видео-обзор на кое-какие косметические продукты, которые я купила не так давно. Но вы их видели. Я буду, в принципе, по возможности снимать такие видео, буду вам рассказывать о моем мнении об этих продуктах, что я думаю. Возможно, это видео окажется полезным для кого-то при выборе того или иного продукта. И вы можете мне верить, конечно же, на все 100%, потому что все эти продукты я покупаю на свои личные деньги, это не реклама. И поэтому я буду вам рассказывать чисто свое персональное мнение. Ну вот первое, с чего я начну, девочки, это с тонального крема. Крем тональный от Bourjois, который называется Healthy Mix. Вы знаете, я уже показывала как-то давно в одном видео, я покупала такой крем, но правда, у меня его доча забрала. Потрясающий крем, суперский. Я считаю, что для масс-маркета очень достойный продукт. Вообще, я люблю масс-маркеты, конечно, тоже кое-какие продукты. Например, если брать тональный крем, то я очень люблю крем от L'Oreal, вот этот вот L'Otone Acour Parfait. Суперский. Я им пользуюсь. Вот. Ну, теперь начнем с этих новых кремов. Я купила сразу два. Они выглядят вот так. Вот вы видите, я купила в двух оттенках, но они абсолютно почти похожие. Первый оттенок 53, который называется Beige Claire, то есть светло-бежевый. Вот такой вот. Вот вы видите, какой красивый цвет натуральный. И второй оттенок 54, просто бежевый. Вот вы видите, что в принципе между ними совершенно небольшая разница, да? Вот. Но тона очень-очень красивые, очень натуральные, которые идеально подходят под мой цвет кожи. Есть разные тона, есть более темные, есть более светлые. Вот. И вы знаете, девочки, я вообще в полном восторге от этих кремов. Вот один из них сегодня на мне на лице, в номере 54, бежевый. И вы знаете, я с удовольствием могу вам посоветовать, вы можете мне поверить. Прекрасный крем, девочки, прекрасная текстура. Очень приятная текстура. Он просто шикарно ложится на лицо, очень легко. Такая тонкая, нежная текстура. Вот, распределяется суперски. Ну, здесь написано, что он держится 16 часов. Вот. И запах у него, конечно, девочки, потрясающий. Здесь идёт и абрикос, и дынька, и яблоко. Вот. Это антиоксидант. И придаёт тонус вашей коже, и увлажнение, и подсветку вашему лицу даёт. Потрясающий крем. Ну, сделаю вот сводчик на 54 тон, который на мне сегодня бежевый. Небольшой сделаю сводч. Я такая довольна, что купила, тем более купила их со скидочкой. Вот вы видите сводч его. Очень натуральный цвет. И вот такая у него потрясающая, нежная, красивая такая текстура, которая ложится очень легко. И очень легко распределяется по коже. То есть, кожу не надо растягивать там, да, чтобы накладывать его. Вот. Прекрасно он распределяется, прекрасно вот он, как бы сказать, впитывается, что ли. Вот, вы видите, абсолютно натуральный цвет. Ой, запах, конечно, у него очень приятный. Он пахнет фруктами. Вот. Дальше, что я хотела ещё вам показать. На мне сегодня, девочки, пудра от Urban Decay. Вот эта вот, которую вы тоже видели в недавнем видео. Я давно хотела сделать на неё обзор. Вот сегодня пользуюсь моментом. Это компактная пудра, Naked Skin, которая называется, вот, если вам видно, у меня в номере Medium Light. Да, Medium Light. Также у меня сейчас на лице девочки, вы можете её наблюдать. Пудра, конечно, очень хорошая. Она мне тоже очень-очень нравится. Она выглядит вот так, большое зеркало, и вот вы видите её тон. Я специально снимаю днём, вот при дневном свете, чтобы прекрасно видно было оттенки. Вот такой натуральный оттенок, Medium Light. Это, девочки, пудра матирующая. Как раз то, что мне нужно. Прекрасная-прекрасная текстура у неё. Очень хорошее покрытие. Она скрывает мелкие недостатки. Действительно, кто-то ищет такую пудру, которая не просто даёт вуаль какую-то, а действительно, которая обладает хорошим покрытием, чтобы скрывать недостатки на лице. Вот, пожалуйста, очень хорошая пудра. Очень хороший натуральный тон. Я её наносила, в принципе, кисточкой. Но здесь ещё есть у неё родной спонжик. Спонж, в принципе, тоже очень хороший. Вот, поэтому я очень довольна этим продуктом. Я её пользуюсь и, в принципе, никаких нареканий я не имею. Но по поводу, например, жирного блеска, который у меня появляется в течение дня, небольшой вот с этой пудрой, ну, это нормально. У меня такой тип кожи комбинирован. Тут уже ничего не сделаешь. Вот, так что, девочки, тоже могу посоветовать. И дальше на мне сегодня, девочки, в новые румяна-хайлайтеры от Guerlain, которые вы видели в последнем видео. Я в полном восторге, конечно, девчонки, от этого продукта. Я напомню вам, как он выглядел. Это такая вот пудра. Но здесь написано, это пудра румяна, прессованная. И это выглядит всё вот так, вы видите. То есть, она как бы как и хайлайтер. Но вот эти вот розовые, красненькие детали, когда вы смешиваете, оно даёт вам румяна. Этот продукт сейчас у меня на лице, девчонки. Вы знаете, потрясающий продукт. Мало того, что он, конечно же, супер пахнет, как и метеориты. Кстати, я в прошлом видео не показала. Здесь я второе отделение идёт, и идёт родная вот его кисточка. Но я сегодня накладывала кисточку для румян. То есть, это действует так. Мы всё вот это вот мешаем. Мы смешиваем цвета. Вот вы видите. И получается вот такие вот румяна и хайлайтер в одном продукте. То есть, он даёт такой красивый перелив вашему лицу. Вот. И смотрится очень красиво. Очень-очень такие нежные, натуральные румяшки. Я не знаю, если вам будет видно. Здесь там ничего не видно. Потому что нужно набирать хорошенько кисточкой. То есть, смешать эти цвета. И вот получается вот такой вот эффект. Но я думаю, что вам видно, да? То есть, и румяна, и даёт такую вот подсветку вашему лицу. Сияние. Поэтому, девочки, я очень довольна этим продуктом. Это от Герлин, который называется Парюр де Ньюи. Да, это прессованная пудра румяна. Дальше. Что на мне сегодня ещё? Так. На мне сегодня, девочки, потрясающая помада. Вы знаете, я просто влюбилась в эту помаду. Это помада от Lancome. Которую также вы видели в моём последнем видео. в номере 304 из серии L'Absolue Nью. Вот. И сейчас она у меня на губах. Вы видите, какая красивая помада. У неё бесподобно красивая текстура. Такая какая-то шелковистая, такая атласная. Вот. Она прекрасно ложится. Она суперская. Я вообще могу петь дифирамбы ей. Бесподобно красивый цвет. Я напомню вам. Вот этот вот тон. И очень идеальный подход для дневного макияжа. Вы видите, что... Вы знаете, что я совсем нюдовыми помадами не пользуюсь. Она как раз-таки вот... Не слишком яркая и не слишком бледная. Вот её сводчи. Очень красивая помада с очень красивой текстурой. Вот. Ну и последний продукт, который я хотела вам показать. Это тени, которые сейчас на мне. Это тени от Yves Saint Laurent. Тоже в последнем видео увидели их вот такая палеточка теней в номере втором. Да. Вообще палетка называется Pure Chromatic. Здесь четыре тенюшки. Вот. Вот такое зеркало. Но я пока прикрою его. И вот такие тени. Вы видите, что в прошлом видео вы, наверное, не очень хорошо видели цвета. Вот такие здесь цвета. То есть вы видите белый, голубенький, коричневый и золотистый. Но на мне сегодня в данный момент белый на уголках глаз, как обычно, и коричневый. По текстуре они... Вы знаете, то, что мне нравится. Я вам говорила, что я не очень люблю слишком такие пигментированные тени. Они нормальны средней пигментации. То, что как раз я люблю. И ложатся они, в принципе, неплохо. И вы знаете, что я не пользуюсь базой по тени. Вот. Я попробую сделать, конечно, сводчи, девочки. Вот. Вот белый и голубой. И попробую сделать на золотистый и коричневый. И вот золотистый и коричневый. Вот эти сводчи. Вот, в принципе, вы можете наблюдать их на мне. В принципе, для дневного макияжа вот такое сочетание подходит идеально. Вот. Ну, в принципе, и всё. Вот такой был видеообзор. Следующий обзор я тоже сделала. Другие уже продукты, которые буду тестировать. И в то же время буду вам о них рассказывать. Вот. Ну, всё, девочки мои дорогие. Спасибо большое вам за внимание. Я надеюсь, что вам было со мной интересно. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Комментируйте. И я надеюсь, что до скорых-скорых встреч. Всё. Всех целую. Чао.